Задержание опасного преступника на чемпионатах по дрессировке – обязательное задание. Пёс должен схватить беглеца крепко и не отпускать до прихода хозяина. И хотя тренер Евгений Колесников в этой дисциплине, как говорят, собаку съел, на руках у него постоянно появляются новые шрамы. Отбиваться от пса Евгений старается аккуратно. Тут не то, чтобы бояться, тут нужно чувствовать собаку, чтобы не поломать её. Поломать её недолго, восстанавливать потом проблему. На днях у каждой собаки появилось ещё по одной награде. Липецкая команда заняла второе место в чемпионате России по национальным видам дрессировки. На этих кадрах видно, как стараются липецкие псы. Им нужно было преодолеть препятствия, задержать преступника и выполнить все команды. На той же охране вещи многие собаки слетали из-за того, что подходили фигуранты, бросали ей колбасу, она просто съедала это всё, соответственно. Но это как бы у собак нервное напряжение, поэтому она и съедала колбасу. В простой жизни она, наверное, это не сделает. Команда у липчан набралась разношерстная. Бельгийская и немецкая овчарки, два лабрадора, доберман и цверкшнауцер. Главная надежда была на Брита и его хозяина. В роду у немецкой овчарки чемпионы России и Европы. Вдобавок Брит – самый титулованный пёс команды. Но выступить на все сто фавориту не удалось. Ровно за неделю его укусил клещ, и мы заболели, и делали уколы. Конечно, неделю на реабилитацию после укуса клеща – это очень мало. Поэтому концентрация на соревнованиях была недостаточная. И поэтому мы отработали на этих соревнованиях, значит, на хуже своих возможностей. Сейчас члены Липецкой сборной тренируются каждый день. Только так можно рассчитывать на победу в соревнованиях. Даже простейшие сидеть и лежать отрабатывают по сто раз. Выполнить их профессионально – непростая задача. Вот, например, команда рядом должна всегда выполняться. Собака должна к ноге быть, лопата должна около ноги. Вот, например, ряда. Даже может так. Ряда. Всегда собака хотела садиться при команде рядом именно в это положение. В ноябре кинологи поедут на Кубок Спартака – очередной рейтинговый конкурс. Липчане рассчитывают только на первое место. Елена Азарченко, Вадим Гапанчук, ТВК Новости. Вадим Гапанчук, ТВК Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова